приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга и сегодняшнее мое видео это видео о носочках да я сегодня расскажу какие носочки в августе я связала и покажу вам то есть это отчет совместном проекте носочная коробочка 2022 этот проект организовала катерина шурм на канал катей и на всех девочек участниц будут ссылочки в инфобоксе в этом проекте мы в течение года заполняем свою носочную коробочку очередной парой носочных изделий не обязательно конечно это носочки это могут быть и следочки и гольфы и геттеры и в общем все что может согревать ваши ножки да даже там какие-то тапочки какая-то обувь для ножек ну в общем на что способна только ваша фантазия я же вижу обычно носочки в основном всегда носочки были у меня как-то в прошлом сезоне гольфы ну а так в общем то я вижу носочки и вот очередная пара августа но она не одна будет я вам покажу еще значит это вот такие детские носочки я вообще в прошлом месяце в июне в июле да правильно в июле связала носочки из пряжи которую мне подарила моя зрительница оставлю вам ссылочку на посылку на эту очень классную посылку с носочной пряжей значит это была пряжа армкабалена и у меня были связаны носочки из этой пряжи у меня остался остаток и я решила что мне жалко начинать каждый раз новые моточки что я буду наверное хотя бы чередовать новый моточек и извязывать остаточки да то есть как бы вот так пробовать и решила что вот сейчас я буду извяжу остатки у меня значит получается вот это пряжа армкабалена на остатках состав у нее классический носочный 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид и в 100 граммах 400 420 метров точно вам не скажу так как была пряжа без этикеточки у меня без информации об этой пряжи и еще я использовала вот в этих детских носочках вот такую вот остаток вот такой пряжи это пряжа водопад я ее взяла в магазине уже этикеточка была такая надорванная значит 70 процентов шерсть 30 процентов капрон в 100 граммах 400 метров цвет ярко-оранжевый 0493 но многие знают что это пряжа уже снята с производства и можно достать ее только где-то в каких-то магазинах уже на складах да там то есть залежи какие-то может быть были или у других рукодельниц на значит мне удалось магазине в одном прикупить 3 моточка пряжи и вот один из них это вот этот вот водопад ярко-оранжевый вот этот вот и значит я здесь использовала и как видите я пыталась извязать остатки но у меня еще остались остатки да но вот эту пряжу я еще уже в других носочках использую поэтому как бы ну надеюсь надеюсь что когда-нибудь я остатки все-таки извяжу значит перейдем уже к носочкам да я их связала на где-то на 31 32 размер это детские носочки вязала их от паголинка я вязала два носочка одновременно но на разных парах спиц так прошу прощения за посторонние шумы в кадре закрыла окно сейчас значит вязала от паголинка вот такую вот жаккардовую резиночку здесь использовала такая техника ну вот как бы вроде похоже на пышную резинку но так как есть два цвета она не выглядит такой рельефный ну ладно неважно значит получилось она сильно плотная и именно поэтому я решила что это будут детские носочки потому что на взрослую ногу эта резинка не налезла бы а перевязывать мне не хотелось дальше я стал очередовать получается вот эти вот две пряжи да то есть полосочками я их вязала и мне кажется такой интересный эффект получился значит дальше я буквально несколько рядочков связала лицевой гладью и перешла к пяточки здесь я вязала бабушкину пятку надо же как сильно засвечивается вот этот оранжевый цвет значит вот такая вот укрепленная бабушкина пятка у меня связано надеюсь видно и здесь у меня небольшой клин подъема также имеется и дальше уже перешла на вязание самой стопы сделала здесь побольше убавок вот в клине подъема чтобы у меня вот эта ширина была здесь поменьше то есть здесь меньше петель чем в итоге начали я самым набирала так как это все-таки на детскую ножку ножка худенькая значит дальше у меня идет ленточное закрытие по мысочку оставшиеся петельки я закрывала иглой петля в петлю ну как бы вроде бы выглядит все не очень плохо на мой взгляд на мой взгляд все выглядит очень даже хорошо постараюсь показать еще вот на этом носочки фокус плохо ловится вот так вот это выглядит значит и вот общем вот такая пара носочков у меня получилось я вам подпишу на экране сколько же грамм у меня весят эти носочки по моему 40 грамм но я уже не помню потому что я их связала буквально в самом начале августа и конечно же я решила что одной парой я в этот раз не хочу ограничиваться мне вообще нужно много связать носочков к новому году но пока как-то не очень получается я уже частично даже раздарила те носочки из носочной коробочки ну ладно и значит следующую пару я связала мужскую пару носочков вот из такой вот пряжи значит у меня остался остаточек 20 грамм у меня осталось которые тоже сейчас уже в работе я снова вижу носочки из остатков значит это пряжа на к богам состав у нее 75 процентов 625 процентов полиамид и здесь 100 граммах 400 метров цвет у меня был вот такой вот так постараюсь ага 31 918 значит это секционно окрашенная пряжа да и я вязала эти носочки решила что вообще мужские носочки я буду вязать самым обычным самым простым способом ну как бы это наверное была бы лицевая гладь да но мужские носки они очень широкие получаются и если вязать лицевую гладь то это не очень презентабельно выглядит поэтому я в мужских носках использую резиночку когда какую в этот раз использовала вот такую 3 на 1 резиночку нерегулярную значит связала паголинок сначала резиночкой 3 на 1 тут достаточно широкое вот такое вот получается полотно если вы думаете что она так сужена сильно нет это просто вот именно эффект от этой резиночки и блокаторы у меня не сильно широкие поэтому не растянулись они так сильно значит дальше я перешла на вязание пяточки стронг у меня вот такая вот пятка стронг в этот раз я выделила одну центральную линию петельку и от нее делала при бабочки в разные стороны и дальше вот я вязала уже получается по стопе лицевой гладью конечно же делала убавки после того как связала эту пяточку да а по верхней части стопы продолжила резиночку тоже 3 на 1 и вновь у меня ленточное излюбленное моё ленточное закрытие и сшивание иглой петля в петлю почему я именно постоянно использую ленточное закрытие потому что мне кажется это наиболее анатомично смотрится то есть можно конечно было бы все вот здесь вот сшить да вместе вот дойти до последних петель или допустим пропеллер до закрытия сделать ну или другие звездочка то есть много разных способов но для меня это выглядит не так анатомично как если я вот делаю ленточное закрытие и потом оставшиеся петельки сшиваю они стягиваю мне так нравится больше как это выглядит вот и в общем то получились простые носочки вес еще раз повторюсь 80 грамм это размер 43 44 довольно таки длинные длинные мне кажется я их вязала бесконечно сначала по голенок вязала 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 потом вот эту вот стопу вязала вязала хорошо что здесь как бы просто простой никакого рисунка нет и получается что как бы все равно это быстрее происходило чем если бы я вывязывала какой-то рисунок значит что еще хотела сказать немножко секции у меня не совпали вот здесь вот я получается либо раньше начала да либо позднее вот здесь начала ну то есть вот получается небольшой сдвиг вот такой вот а в остальном все в целом в общем то получилось мне кажется неплохо все равно видно что это пара одна пара до носочков принципе мне кажется нормально все и в общем то это вот все что я связала до носочки я у меня уже одна пара еще одна пара надо сказать в работе но я ее уже не буду сейчас вам показывать покажу ее получается в сентябре месяце да и я надеюсь что в сентябре у меня тоже будет не одна пара потому что мне нужно но поторопиться с носочками получается значит вот это мой отчет я заодно вам показала может быть кому-то если интересно как вяжется та или иная пара тот или иной элемент носочках пишите я постараюсь либо снять какой-то мастер-класс либо какое-то описание сделать более подробно чтобы вы тоже смогли связать такие носочки ну а на этом я заканчиваю свое видео благодарю вас всех за просмотр и кто не подписан обязательно подписывайтесь не забывайте ставить лайки и конечно же пишите свои комментарии нравится нет вам вязать носочки и много вы их вяжете за сезон еще хотела бы напомнить что у меня вся информация о моих других каких-то социальных сетях каналах есть в инфобоксе поэтому обязательно проходите подписывайтесь да на мои другие социальные сети и каналы и чтобы мы в дальнейшем не потерялись да в случае чего все благодарю всех еще раз и как обычно я с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока